Великого Конрада Лоренца, лауреата Нобелевской премии 1974 года за изучение гусей, за ППВА до гусей. Но меня к этому подвигли не они абсолютно, они просто для меня прекрасная литература, действительно люди показывают, на что способны люди уникальные. А к этому меня больше всего подвигли Лев Толстой, конечно же, все его идеи о прощении и идеи прямых отношений с Богом. Когда я общаюсь с Богом напрямую, я чувствую себя совершенно голым существом, живым, чувствующим существом. Это потрясающая мысль и для России очень важная. А теперь наши книги-новинки. Энциклопедия сверхъестественных существ. Книга-то выпущена издательствами Локи Дмиф, тиражом 15 тысяч экземпляров. И в ней рассказывается о таких неизвестных доселе существах, как Василийские, Думовые и Русалки. Также в этой книге рассказывается о мифологических существах, птицах Феникс Гамаюн и знаменитым животным Пегас. Я думаю, это издание, безусловно, заинтересует тех, кто вообще интересуется энциклопедической литературой. «Конек-горбунок. Гипотезы и факты». Так называется следующая книга, которая выпущена в издательстве Симпо, тиражом 3000 экземпляров. Впервые знаменитая сказка Фетра Айршова была опубликована в 1834 году. После этого автор несколько раз ее переписывал. И вот очередное издание этой сказки. На этот раз издатели решили повторить первую публикацию Петра Айршова. И книжка в данном случае дополнена обстоятельной, интересной статьей, рассказывающей об истории написания этой сказки и редкими иллюстрациями. «Надинь де Ротшильд. Искусство нравится и добиваться успеха. Правила хорошего тона для современной женщины». Книга эта выпущена в издательстве Текст, тиражом 15 тысяч экземпляров. «Надинь де Ротшильд» — одна из самых известных на сегодняшний день, если судить по аннотации, «Женщина Франции». И в этой книге она рассказывает о том, как правильно писать письма и как вообще добиться успеха. Ну, конечно, успеха на Западе. Отдельная глава этой книги посвящена тому, как уметь жить с границей. Я думаю, эта глава, безусловно, заинтересует наших телезрителей. А теперь наша мусорная корзина. На этот раз у нее летит книга, присланная нашей читательницей из города Котова Мариной Алексеевной Колокольцевой. Эта книга «Стать ближе. Секс, любовь и здравый смысл». Автор утверждает, что эта книга далека от вечных ценностей, нравственностей и русских традиций, с чем мы и можем согласиться. На сегодня вся наша книжная и литературная информация. Спасибо, что вы были вместе с нами. Завтра день рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. И у нас в гостях его вдова Елена Боннер. Так что до завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok